Платформизм – это направление в рамках более широкого анархийского движения, первоначально предложенное анархо-коммунистами Петром Аршеновым и Нестором Махно. Концепция была изложена на основе их опыта участия в Российской революции 1917-1921 годов в газете «Дело труда о всеобщем союзе анархистов». Ими был предложен проект под названием «Организационная платформа всеобщего союза анархистов». Данная платформа строилась на понимании ее авторами причин поражения российского анархийского движения и победы партий большевиков. Платформа призвана была рассмотреть и объяснить неудачи анархийского движения во время Российской революции. Ее публикация вызвала широкий отклик среди анархистов всего мира, вызвав как положительные отзывы, так и резко отрицательную критику. История «Организационная платформа всеобщего союза анархистов» была издана в 1926 метрах г. в газете «Дело труда» находившимися в эмиграции во Франции «Н. Махнайпе» Аршиновым. Она представляет собой анализ основных анархо-коммунистических принципов ведения будущего анархийского общества, а также рекомендации о том, как должна быть структурирована анархийская организация. Основными принципами платформы, в соответствии с которыми должна действовать организация анархистов, назывались «Идеологическое единство», «Единство тактики» или «Коллективный метод действия», «Коллективная ответственность» и «Федерализм». В платформе утверждается, что нам жизненно необходима организация, которая, объединив большинство участников анархического движения, установила бы общую тактическую и политическую линию в анархизме и стала бы направляющей для всего движения. В 1929 метрах году на страницах «Дела труда» Аршинов опубликовал статью «Новое в анархизме» со своим разъяснением некоторых положений платформы. Принципы платформы основываются на четырех основных организационных функциях. К ним относятся. Единство идеологии необходимо для наличия единой цели всех входящих в союз анархистов. Вся деятельность всех членов организации должна соответствовать идеологическим принципам союза. Единство тактики или «Коллективный метод действия» подразумевает строго согласованное единство действий всех членов и групп союза, соответствующих идеологическим установкам организации. Коллективная ответственность подразумевала отказ от личных акций в пользу коллективного действия, за которое несут ответственность все члены организации, объединенные общей идеологией. Федерализм в противовес централизму анархизм всегда выдвигал и отстаивал принцип федерализма, которым сочетались независимость личности или организации, их инициатива и служение общему делу. Критика. Платформа вызвала резкую критику со стороны многих частей анархического движения того времени. В частности с критикой выступали такие видные анархисты, как Всеволод Волин, Эрико Малатиста, Луиджи Фабри, Камила Бернери, Макс Нитлау, Александр Беркман, Эмма Гальдман и Григорий Максимов. Малатиста, отвечая на идею платформы в одной из своих работ, отметил, что их организация, будучи типично авторитарной, далеко не помогая добиться победы анархистского коммунизма, к которому они и стремятся, может только фальсифицировать анархистский дух и привести к последствиям, которые идут вразрез с их намерениями. Тем не менее позже Малатиста согласился с идеями, предлагаемыми в платформе, хотя его смущал язык изложения. В качестве альтернативы платформизму Волин и Себастьян Фор предложили идею синтезированного анархизма. В апреле 1927 года группа анархистов дала коллективный ответ с развернутой критикой на платформу. По данным текстам подписались Соболь, Флишен, Шварц, Штемер, Волин, Лия, Роман, Эрван, Тян. В их ответе, в частности, говорилось, и так только по недоразумению или незнанию зарубежные товарищи могут считать платформу выводом, сделанным значительным числом русских анархистов из опыта революции. Она представляет до сих пор лишь весьма спорное частное мнение нескольких русских анархистов. Современные платформистские организации На сегодняшний день в разных странах существуют различные платформистские организации, в том числе, в Европе Liberty and Solidarity, Великобритания, Federation of Anarchists of Greece, Греция, Federation of Anarchists of Greece, Федерационные коммунисти, Anarchists of Italy, Workers of Solidarity Movement, Ирландия, Народная самооборона, Россия, Organization of Anarchists of Greece, Франция, Alternative Liberty Air, Франция, Organization of Anarchists of Solidarity, Чехия, Organization of Socialists of Liberty Air, Швейцария, В Австралии, Милборн, Anarchists of Communist Group, Австралия, Сидния, Anarchists of Communist Projectary, Австралия, В Азии, Anarchists of Communist Initiative, Турция, Элбадил Алта Харури, Ливан, В Африке, Забалаза, Anarchists of Communist Federation, ЮАР, В Северной Америке, Юнион, Коммунист, Либертиэйр, Квебек, Альянса де Лос Коммунистас, Либертариус, Мексика, Коммон Коз, Антария, Норд-Истерн Федерейшн оф Анарчист, Коммунистас, Северо-Восток США, В Южной Америке, Организакен Сошалиста, Либертария, Аргентина, Коллектива проорганизака, Анаркиста, МГАЯС, Бразилия, Лаборатория от Дейстудос, Либертариус, Бразилия, Группа Киспике, УЛАКТА, Перу, Организакен Коммуниста, Либертария, Чили, Федерацион анар Анаркиста, Ерюгуай и Уругвай